Алексей Неверов первовыбранный старшинёй Гомельского областного объединения профсоюзов. Такое решение приняли делегаты 7-й справоздачно-выборной конференции этого громадского объединения. С достижениями и задачами профсоюзов ознайомились наши корреспонденты. Областная справоздачно-выборная конференция подводит выник кампании, которая проходила на Гомельщине в минулом году и провела до значного обновления кадров. В першинёй обраны больше 900 старшинёй первичных организаций. В агропромысловом комплексе заменена треть профсоюзных лидеров. В установах адукации и навуки 29% культуры – 27%. При этом у Гомельской области членами этой громадской организации з'являются 96,5% працуючих. Иншая справа, что часто працаваць приходится у довольно складанных умовах. Рынок дыктуе свои правила, им некие необходно уличвать. Для больше эффективного досягнення головной задачи обороны права у працуючих за справоздачный период, на Гомельщине были заключены два пагаднений помежа балвыканкамам, областным союзам наймальников и областным объединениям профсоюзов. Правда, подчас конференции констатуюцца, макшымысти гэтых документов в полном объёме выкорыстовуюцца не заусёды. У першую чаргу гэта тычутся ситуации, які узникают подчас реформаванне предприемства у изменениями формы властности. А праша таго, есть заваги до 9 коллективных договоров, які в некоторых выпадках з'являются формальными документами. И гэта так само недопроцовка мясцовых профсоюзных структур. Это сегодня, по сути, нормативно-правовой документ, который сегодня дополнительные нормы и социальной защиты, и дополнительные гарантии, и оздоровление, и много-много других вопросов, которые сегодня даже в законодательстве не содержатся, а через коллективные договоры есть возможность, чтобы эти нормы у людей были и помогали им в тех или иных сложных ситуациях, трудных ситуациях жизненных, которые бывают. Сарод основных накерунков деянности профсоюзов – правовая работа. За пошние пять годов правовые инспекторы провели больше 2000 проверок и выявили свыше 8000 порушений у законодательства о праце. А праша таго за ГТЧ за правовыми консультациями у профсоюза звернулися каля 30 тысяч человек. Починаючи с 2018 года запотрабованные формы изъявляется проведение что-то дневной промой телефонной линии и профсоюзный телефон доверу с использованием мобильного додатка Viber. В уголе проблемы, которые необходимо выражать, сегодня есть практически на всех предприемствах. Иншая справа, что на многих приватных вытворчастях нема профсоюзных первичек, и в эту ситуацию необходимо выправлять. Что можно сказать по цифрам, которые, в принципе, и озвучивались в моем сегодняшнем докладе, это более 600 созданных первичных профсоюзных организаций. В основном это из частных секторов экономики. Более полтора миллиона рублей возвращено незаконно удержанные средства нашим трудящимся. 48 человек в основном на работе. Цифры кому-то может покажутся маленькими, кому-то большими, но они есть действительно, и за каждую цифру стоит определенная семья и определенный человек, который работает на том или ином предприятии. Это как рубеж, от которого надо оттолкнуться и идти дальше более уверенно в поступательном движении.